всем доброго времени суток ребята а перед началом ролика подпишитесь на наши социальные сети недавно мы создали наш рутуб канал если вдруг youtube заблокирует там вы сможете найти наши ролики но основной площадкой для выхода видео остается youtube ссылочки будут в описании сегодня будем делать задний фон для нашего террариума размеры у него 50 на 35 для этого нам понадобятся материалы которые вы видите на экране размечаем наш пенополистирол размеры заранее где-то сантиметр убавляйте то есть если в нашем случае размер 50 мы берем где-то 49 и высота где-то 34 вместо 35 чтобы сам фон хорошо комфортно стал террариум потому что стыки там где соединяется само стекло они не не учитываю ускоренная съемка вырезаем пеноплец и вот такая рамка у нас получается можно заранее и замерить террариум посмотреть как она сядет я в данном случае этого не делал и начинаю размечать кружочками где у меня будут пластины задний фон можно оформить по-разному можно эти пластины и не ставить но я хочу сделать чтобы блефар мог ползать по этим пластинам как бы чтобы задний фон еще имел какие-то преимущества помимо декорирования террариум канцелярским ножом вырезаем углубление под наши будущие пластины задний фон можно сделать с помощью паяльника или канцелярского ножа работать с паяльником и пеноплексом желательно на улице в данном случае я нахожусь в квартире и дабы избежать неприятного запаха от паяльника все я буду делать канцелярским ножом но есть у меня один задний фон который видите на фотографии его я делал с помощью паяльника но для этого нужно проветриваемое помещение если это делать дома запах будет ужасный и очень едкий из остатков пеноплекса вырезаем пластины для нашего заднего фона прикладываем пластину чтобы она стояла более-менее можно в принципе эти углубления даже не делать но я посчитал нужным что эти пластины будут фиксироваться так получше то есть понадежнее задний фон я делаю второй раз так что люди которые занимаются там декорированием и создают задние фоны которые нас возможно смотрит на роль на ю тубе сильно не критикуйте так как я это делаю чисто из своих каких-то соображений и материал использую которые тоже посчитал нужным но люблю фара они никак не вредят делаем декор под камень канцелярским ножом вертикально срезаем аккуратно по небольшим кусочкам наш пеноплекс чтобы они приобретали форму каменной стенки почти завершил вырезку всех элементов остается заключительные штрихи у нас перед дальнейшей обработкой фона останется сделать только пластины плиты на которых угле фарчик будет лежать ползать вот так у нас получились все плиты и сейчас мы будем их приклеивать с помощью жидких гвоздей можно использовать любой другой клей совместимый с пенополистиролом потому что материал довольно таки капризный по границам самих плит промазываем клеем почему кстати жидкие гвозди они у меня просто были в наличии дома поэтому я воспользовался ими по моему предыдущие свои фоны я делал с помощью термоклея вот тоже довольно таки все хорошо держалась со всех сторон проклеиваем чтобы нигде не оставалось щелей и отверстий оставляем посохнуть часик от 34 далее берем финишную шпаклевку можно брать и другую опять же все вот эти материалы которые краски все это у меня было в наличии я делал из того что у меня было то есть я ничего по сути не покупал кроме панели пеноплекса шпатлевкой с помощью кисти мы заделываем все возможные щели где-то вы вырезали больше чем нужно шпатлевка все это закроет и сами стыки плит опять же там где у нас клей просох мы также их промазываем шпатлевка у нас высохла время на сушку где-то часов пять-шесть также и мы приступаем к покраске используя колеровочную пасту была у меня в наличии красного и синего цвета краска акриловая берем ненужную тару и смешиваем нашу краску для получения желаемого цвета можно приобрести сразу готовый вариант краски акриловой если вы не хотите заморачиваться с какими-либо оттенками и цветами прокрашиваем все места с первого раза прокрасить сразу все не получится в любом случае где-то останутся небольшие впадинки куда краска не попала поэтому два слоя минимум нужно будет сделать если вы прям тщательно прям все удачно прокрасили то можно оставить один слой чтобы подчеркнуть камень я нанес кисточкой небольшие штришочки черным цветом оставляем сохнуть краску часов на 6-8 фон высох берем лак в данном случае для мебели чтобы в дальнейшем когда я блефарчик будет ползать по плитам краска не отслаивалась мы покрываем поверхность заднего фона лаком вот наша конструкция готова оставляем ее сушиться где-то на день но для чего мы делали этот фон ты узнаешь в следующем видео ставь лайк подписывайся на канал а также жми колокольчик чтобы не пропустить новые видео подписывайся на наши соц сети ссылочки в описании ну а на этом у нас все всем пока пока и до новых видео а